Привет, с вами снова доктор Берг. И в этом коротком ролике мы поговорим о том, чем отличается кетоацидоз от кетоацидоза. Это не одно и то же. Многие не хотят входить в кетоацидоз, потому что думают, что это опасно. Они полагают, что это то же самое, но это не так. Кетоацидоз — это очень опасная болезнь. Она встречается у диабетиков первого типа, это когда тело перестаёт вырабатывать инсулин. Инсулин на нуле, он не вырабатывается. Он не под контролем. Сахар в крови не под контролем. Уровень сахара в крови взлетает, и нет инсулина, чтобы его понизить. И происходит следующее. Поскольку тетоны повышают кислотность, большой проблемой становится PH. У человека возникает чрезмерная жажда, обильное мочеиспускание, выходит слишком много жидкости, и наступает обезвоживание. Человек лишается электролитов, наступает утомление, одышка. Но если посмотреть на количество тетонов, то оно очень высоко, около 20. В то время как при кетозе от 1 до 8, то есть их меньше, и идёт мягкое сжигание жира. Мы не выпускаем огромное количество тетонов в кровь. Кетоз контролируется диетой. Здесь не так много симптомов. Возможно, будет немного симптомов в период адаптации, небольшое утомление, но если принять витамины группы В и калий, то сразу полегчает. Инсулина мало, но всё же он есть. Клетки получают питание. Сахара мало, так что уровень сахара в крови нормальный. Я просто хотел вам показать, это совершенно здоровое состояние, а это нездоровое. Это разные вещи. Хоть первые 4 буквы названий совпадают. Но это разные вещи. Теперь понятно? Спасибо за просмотр и до встречи. Спасибо за просмотр. Пожалуйста, подпишитесь на канал. Увидимся в следующем видео.